Когда эти евролевые во главе с Полпотом пришли... Какие евролевые во главе с Полпотом? Что ты несёшь? Люди отказались от товарно-денежных отношений. Какие евролевые? Какой частный сектор в экономике революционной Кампучии? Что за сраный бред, блядь? На кого это рассчитано? То есть, у нас выяснилось, что Полпот это евролевый. Власти в Кампучии... Вот там вот такие вот были всходы. Какие всходы? Там не было частного сектора. Клим Саныч, ты сказал, что для евролевых характерно извращение марксизма, которое подразумевает наличие эклектических идей сочетания капитализма с коммунизмом и наличие рыночного сектора в экономике. В революционной Кампучии не было рыночного сектора в экономике. Зачем пиздить? На кого это рассчитано? Какой Полпот евролевый? Мы, как социалисты-коммунисты, не должны за них отвечать. Это не наши люди. А мы не должны это рассматривать в контексте? Да, но как раз у тех людей, которых ты называешь социалистами-коммунистами, у них-то и было влияние этих идей, потому что у них-то как раз и был рыночный сектор в экономике. И во Вьетнаме, и в Китае после реформы Дэн Сяопина. А у Полпота его не было. Что за попытка, блядь, как бы все с ног на голову поставить? Продолжавшись за такой холодной войной, мы знаем, что происходит... Откуда такое неуважение к своей аудитории? Опять-таки, на кого это рассчитано? Ну, это просто, ну... Люди же не будут верить на слово. Они же захотят проверить эту информацию, которую им сказал их уважаемый спикер. А что они будут делать, когда они увидят, что это не так, блядь? Что все это время, как бы, их обманывали? — Полпота поддерживалась китайским правительством и делалось это в пику политики Советского Союза в этом регионе, который, в общем-то, не просто поддерживал Северный Вьетнам и Объединенный Вьетнам впоследствии, но и поучаствовал в демонтаже режима Полпота. Ведь именно вьетнамская армия освободила Камбож. Я правильно сказал? — Да, потому что холодная война — это была война. Она вроде как это называет. — Так, холодная война была война. Окей. То есть, холодная война — это, по всей видимости, когда, с одной стороны, у нас Советский Союз под властью Хрущева, а с другой стороны, американцы, Мао Цзэдун, Полпот. — Это холодная. Но в рамках этой холодной войны мы знаем, сколько всего интересного произошло. Начиная с войны в Корее, заканчивая войной в Адранистане. Это были нормальные войны, где люди соединялись друг по другу, вполне материальными пульками, соленниками. И к этому была подключена масса сопутствующих событий, мероприятий. Начиная с технического обеспечения и всего этого, заканчивая идеологическим отчетом, сейчас и говорить. Поэтому, конечно, Полпот — это был не только не социалист. Это был не социалист, включенный в вполне конкретную международную автономию. — То есть, он капиталист был. Полпот был капиталистом. Полпот строил капитализм в Кампучии. Я правильно понимаю? Базовые описательные характеристики капиталистического общества — это частная собственность на средства производства и наличие товарно-денежных отношений. В революционной Кампучии не было частной собственности на средства производства. Деньги были отменены, буквально. Я... 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 Либо я чего-то не... Блядь, что происходит вообще? Что это? Что я... Что я вижу, что я слышу, как бы? Что за пиздец? Я не знаю. Ну, хотя бы можно было троцкистом как-то его объявить. Типа сказать, вот Полпот — он не настоящий неправильный марксист, потому что он троцкист. Да, окей, ну... Кривое какое-то, да, но всё-таки объяснение. Сейчас... Сейчас нам говорят, что Полпот был евролевый, и у него был рыночный сектор. Ну, блядь, ну... Ну, зачем? Ложь, она же должна быть... Она должна выглядеть хотя бы убедительно. Как бы если человек врет, он должен же рассчитывать на то, что кто-то поверит в это. Ну, блядь, нафига, Клим Саныч? Ну, серьёзно. Я... Я так люблю ваши лекции по истории средневекового оружия. Про викингов там всякое красивое. Ну, ну, нахуя вот сейчас? Серьёзно. Ну, это ж полный пиздец. Это же порежут просто на хайлайты, на цитаты. Ну, зачем же? Конечно. И в данном случае враждебного Советскому Союзу. И мы, повторюсь, должны прекратить вестись на эти манипулятивные приёмы наших оппонентов. Какие манипулятивные приёмы? Ты ничего не опроверг. Ты инкриминировал Пол Поту то, что он был евролевый, и то, что для евролевы характерно верить в сочетание капитализма и коммунизма. Но это как раз в экономике Вьетнама был частный сектор, а не у Пол Пота. Клим Саныч, вы перепутали страны. Клим Саныч, проснитесь. Случилось страшное. Мы не должны отвечать за Пол Пота. Если мы... Ну да, ну, блядь, почему вы не должны отвечать за Пол Пота? Ну, опиши хотя бы, не знаю, революционную Кампучию так, что докажи, что это не социалистический строй, как бы. Что вот, типа, вот у них там, я не знаю, было это, а вот этого не должно быть в коммунизме, там, поэтому они не настоящие коммунисты. Почему? Почему максимально беспредметная хуйня идёт? Коммунисты отвечаем за Пол Пота, почему бы нам за Рейгана не ответить или за Никсона? Они были точно такие же коммунисты, как Пол Пота. Один в один. Блядь. Ну, хорошо, если ты вот какую-то глупость сказал, но ты же должен её как-то обосновать. То есть, Рональд Рейган такой же коммунист, как Пол Пот. Окей, допустим. Аргументируй свою позицию. Ну, в смысле того, что они были максимально от коммунизма удалены, как, в общем, и обсуждаемый нами человек. То, что ты чем-то называешься, не значит, что это алкогист. Ну что ж, спасибо огромное. В заключение хочу спросить. Да, спасибо огромное. Просто прекрасно. Мы за кадром это обсуждали и, по-моему, сошлись в том мнении, что беседа между единомышленниками... То есть, Пол Пот был капиталистом. Человек, который обобществил полностью средства производства и отказался от использования денег в экономике, он, оказывается, был капиталистом. Ну, замечательно. Теперь мы знаем все. Это здорово, но нашему клубу единомышленников все-таки не хватает конфликта, полемики, дискуссий. Ты проводишь форумы и разные другие форумы исторические проходят. Они собирают большую аудиторию. Не пора ли включить в общий этот дискурс? Можно было бы занять, знаете, какую позицию? Типа, Пол Пот был настоящий коммунист, а вот якобы репрессии, имевшие место, это все либеральная ложь и пропаганда. И, кстати, есть такие коммунисты, которые занимают именно такую позицию. Типа, Пол Пот был заебись, а то, что вот говорят, что там какие-то зверства происходили, это все солженицовщина. Типа, местные, местные камбоджийские солженицыны, они написали хуйню всякую, все выдумали. И, типа, на самом деле это неправда. На самом деле Пол Пот был хороший, революционная партия Ангха, это настоящие коммунисты. Просто вот либеральная пропаганда их очернила. Сказала, что, типа, они там людей убивали, а на самом деле они убили не столько, а намного меньше. И вообще это были враги народа, и их никто не убивал, их лишили финансирования. И вообще они сами виноваты, и так далее. То есть можно было бы занять такую, как бы, линию аргументации. И это было бы, ну, окей, да, людоедство опять, но, в принципе, привычное для красных дело. Но просто голословно говорить, что, там, я не знаю, Рональд Рейган и Пол Пот это одно и то же, и все. Поэтому мы вот не считаем Рональда Рейгана коммунистом, поэтому мы и Пол Пота не будем считать коммунистом. Но, блядь, это просто голословная хуйня, ни на чем не основанная. Должны же какие-то аргументы быть, что вот мы берем общество революционной кампучии, мы его раскладываем, мы смотрим, что у них внутри там было. Вот мы не можем считать это социализмом, потому что у них было то-то, то-то, то-то. Поэтому Пол Пот не настоящий коммунист. Все, да, это было бы, ну, хотя бы какая-то система аргументации. Но здесь даже этого не было сказано. Элемент полемики, дискуссии между радикальными оппонентами. В том числе с того фланга, вот, что мы сейчас обсуждали почти сейчас. Вот, как сейчас... С какого фланга, Семин, ты просрал дебаты в АТА-админу? Какая дискуссия? Что с ними не так вообще, я пытаюсь понять? Ну, что же это такое-то? Что за пиздец? Часть общественной, в том числе пропагандистской жизни, дело, возможно, полезное. Возможно. Я говорю часть, я подтергиваю, что дискуссия. Пропаганда идеи подразумевает, что ты эти идеи аргументируешь. Ты должен что-то объяснять людям. Недостаточно просто лозунги какие-то накидывать. Пол Пот не настоящий коммунист, поэтому мы за него не отвечаем. Ну, расшифруй свою позицию, аргументируй ее. Между людьми, которые категорически не согласны друг с другом, она имеет очень малую эффективность в смысле пропаганды. Потому что, скорее всего, нужно потратить основное время на выработку теории, на собственную пропаганду, которая будет задавать собственные тренды, с которыми потом кто-то захочет, пускай, афилинигирует. Я считаю, что такой условный батл был бы бесполезен. Это должно идти вместе. Оно может быть полезно, как подпорка. Как некая, очень яркая, я бы сказал, скорее даже не яркая, а театральная площадка, на которой можно дать какому-нибудь опыту, красивому бойцу, красиво выступить, чтобы просто привлечь к нам больше внимания. Ты бы сам выступил, ты бы сам взялся за мяч. Я в дискуссии никогда не боюсь, просто я повторюсь, я последние несколько лет не хотел тратить на это время, потому что были другие, гораздо более важные занятия. Но как некое театральное представление, я этого слова в данном случае не боюсь, ты и есть театральное представление, но можно к нам прикрывать больше внимания от тех, кто еще не определился. Эта ж полемика ведется не ради наших радикальных оппонентов, которых, скорее всего, ни в чем не удастся переубедить, даже если будут подобраны самые железные, логические, неотразимые аргументы. Человек может обидеться и скажет так. Ну да, ну, для того, что... Ну, желательно, чтобы вообще в принципе были эти железные, логические, неотразимые аргументы. Я напоминаю, что просто, блядь, проповедь своей позиции не является аргументом. Просто сказать, что Пол Потт это не настоящий коммунист, этого недостаточно. Должны быть действительно какие-то аргументы, блядь, но их нету. Ну, точнее, может быть, они и есть, но мы их не услышали. Так вы же нехорошие люди. И уйдет, так сказать, в свою скорлупу еще глубже. А вот те, кто не определился, могут о чем-то таком услышать, посмотреть на нас и хотя бы какую-нибудь книжку правильную черту из них взять прочитать. Ну да, но не только им бы не помешало прочитать какую-нибудь книжку, чтобы не нести чепуху про то, что Пол Потт был евролевым и был за капитализм. Это их переубедит. Поэтому, да, как часть пропагандистской работы такого рода баттлы. Повторюсь, не главное, но часть. Огромное спасибо. Опять-таки, если бы я был коммунистом, да, какую бы систему аргументации я бы использовал, я бы сказал, что Пол Потт, он слишком сильно забежал вперед. Что Пол Потт, он типа опередил свое время, он слишком там увлекся, там революционная Кампучей не была развитым промышленным обществом, но при этом он уже там поспешил отказаться от денег, начать коммуны строить. Это все было преждевременно. Что вот эти все изменения в обществе, они должны проходить поэтапно. Прочитайте статью Ленина про детскую болезнь ливизны в коммунизме и так далее, и так далее. То есть я бы использовал вот такую линию аргументации. Что типа реформы, которые произвел Пол Потт, были преждевременные. И плюс Пол Потт, он, значит, наращивая внешнюю экспансию, атаковал другое квазисоциалистическое государство, и в итоге его режим был уничтожен и так далее. То есть как бы Пол Потт был коммунистом, но у него были сильно извращенные взгляды, он там плохо ориентировался в марксистской теории, и поэтому он отрицал идею о том, что вот эти прогрессивные изменения должны происходить поэтапно, поэтому он слишком резко ввел, прошу прощения за эфемизм, вот эти коммунистические преобразования, и в итоге все погибло. То есть это было преждевременно, и типа строительство дома нужно начинать с фундамента, а не с крыши. И если просто сразу объявить коммунизм в отсталом аграрном обществе, то типа получится пиздец, поэтому давайте не будем повторять этих ошибок. То есть мы должны учесть этот опыт, чтобы не совершать этих ошибок в будущем. Вот если бы я был коммунистом, я бы занимал такую позицию, что типа вот Ленин писал про эти самые перегибы, детскую болезнь ливизны, и вот наглядно мы можем это видеть на примере революционной Камбуччи, когда люди пытались строить коммунизм, в итоге вот получилась хуйня. Но не было даже этого, да, не было сказано даже этого. Было сказано просто типа, на клетке с буйволом может быть написано слон, а там буйвол, давайте не будем это... Блядь, ёб твою мать! Что за неуважение к аудитории? Вы реально дубы... То есть вы для кого ролики записывать? Это что, на дебилов что ли рассчитано, которые на эту хуйню поведутся? То есть, у меня... Блядь! Ну серьёзно, вы... Как? Что за хуйня? Что за некомпетентность? И эти люди говорят про пропаганду. Как правильно вести пропаганду своих идей? Ну для того, чтобы вести пропаганду своих идей, нужно, чтобы, блядь, у тебя были идеи какие-то, а не просто, блядь, история про... На клетке из буйвола может быть написано слон. Сука! Это уровень Геннадия Горина, блядь! У тебя университетское образование! Ты же учился где-то всю жизнь! Ты же книжки какие-то читал! Ну, сука, ну как же так-то? Ты пропил, что ли, все мозги свои? То есть как? Ну это невозможно просто! Это же... Это дискредитирует твои идеи! Люди не захотят быть коммунистами после этой хуйни, после того, как это увидят. Это уровень Геннадия Горина! Это не уровень человека с университетским образованием! Это не уровень человека, который читал Маркса и Энгельса и знает марксистскую теорию! Недостаточно просто сравнить Пол Потта, блядь, с Рейганом и сказать, типа, Рейган был плохой, и Пол Потт был плохой! Мы их сравнили одного с другим! Все! Дети, теперь вы знаете, что ни один, ни другой не являются коммунистами! Это так не работает! Это не аргументированная позиция! Это хуйня! Нельзя так заниматься пропагандой! Это плохо, блядь! Не делайте так! Хотя, ладно, продолжайте, делайте! Может быть, ваша скрытая цель – это дискредитация коммунистических идей? То есть, какая, какая чудовищная некомпетенция! Какой сраный бред! Ладно. Тебе, Клим Александрович, за время потраченное на нас и, выдержав паузу, сделаем еще, наверное, не один. Пишет, Ежи не бомбит! Да, я вообще просто... Я не знаю, если б я был коммунистом, да, и я смотрел эту хуйню, у меня бы жопа сгорела просто... Спасибо! А ладно, введите! Пишут для комрадов – это нормальная аргументация. Ну, я рад очень за этих людей. Совсем, совсем вы не щадите меня. По-моему, все по делу говорят. Да, да, спасибо, спасибо, Рудой. Кстати, когда дебаты? Рудой, чё ты, чё ты прячешься от меня? Не ссы давай, дебаты. Пошли делать дебаты. Поздно ссать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова